Всем хай! Сегодня поговорим о жизни и парочке кринж-истории из нее. Но сперва жалоба. Это, конечно, максимальный сектор кринж. Я не знаю, у меня лицо полностью отекает, опухает, высыпает из-за аллергии. Или вот такая вот хрень происходит. Я, конечно, сейчас закинулась всякими каплями, которые сосуды сужают. Но, честно говоря, снимать макияжное видео с таким потрясающим глазом, это максимально достойно уважения и лайка, я считаю. Или нет. И, на самом деле, я могла бы снять видео в другой день. Но проблема в том, что у меня примерно каждый день вот такой день. И эта весна у меня действительно активизировалась какая-то непонятная аллергия на моего первого кота, только на Эвила первого, на пафосную кицу. Никаких других котов у меня нет аллергии. И это просто сюра. Естественно, я ничего не буду делать с пафосной кицей. Мы будем жить вместе в аллергии, в радости, в горе, и тоже в аллергии. Ненавижу аллергию. Жесть. Че мы тут, не родные, что ли, все? Что ж, пожаловалась пора истории рассказывать. Сегодня я иду на день рождения. Тема день рождения и зеленый макияж. Поэтому я буду делать макияж при помощи вот этих вот палеток. Кринж-история из моей жизни номер один. Произошла такая ситуация, которую я никак не ожидала, что может вообще, в принципе, со мной происходить. Потому что я думала, что я человек достаточно, ну, во-первых, эмоционально холодный. Исходя из этого, я думала, что у меня очень крутой фильтр стоит на людей. Я сразу понимаю, кто передо мной. Потому что я такой человек, что если я вижу какие-то косяки в отношении меня... И как мне казалось, моя вот эта вот защитная функция, она, в принципе, неплохо работает. Ну, это казалось. В моей жизни появился некий человек. Сразу говорю, он-то не связан с какими-то блогерами. К блогерам это отношение не имеет. Просто человек из моей жизни. И как только мы знакомимся, происходит, знаете, вот какая-то вот такая вот странная магия, когда ты только-только познакомился с человеком, и тебя сразу вкатывает. И ты думаешь, блин, как же здорово мы общаемся. Как этот чел меня понимает, как я его понимаю. У нас так много общих интересов. А потом случается какая-то очень странная хрень. А конкретно мне начинают втирать какую-то дичь. Ну, мы с тобой не так давно знакомы, но ты стала мне очень близким человеком, и начинает тебе вот это вот все заливать. Я думаю, блин, какой еще понимающий хороший человек. Как же мне повезло. Какие же у меня классные люди в окружении. Что происходит дальше? После этого разговора человек просто сливается. Просто прекращает мне отвечать, прекращает со мной общаться, и на этом все. То есть его просто нет. То есть мы вчера буквально сидели, все было здорово, а потом человек резко пропадает. И я охреневаю. Я начинаю писать, и просто чел молчит. Читает и молчит. Что за херня вообще происходит? Я начинаю думать, возможно, я этого человека каким-то образом умудрилась обидеть. Ну, просто что это за ерунда такая? И я поняла, что как бы, ну, человек мне не отвечает, не хочет общаться, ну, и в целом-то хрен с ним. Человек резко вылезает в один момент. Я даже писала про это в телеграм, когда это случилось. Ладно, будем делать вид, что ничего не произошло. Подыграю, тоже делаю вид, что ничего не произошло. Потом типа спрошу в реальной жизни, что вообще это было. Потому что я реально в какой-то момент начала очень сильно переживать, и думать, что я правда обидела человека. Мне было отвратительно, и я не знала, что мне думать. Мы встречаемся. Все проходит абсолютно так же, как всегда. То есть абсолютно нормально. Я думаю, что это была за лютая хреновня. И спрашивают, ты что слилась? Я тебя типа чем-то обидела? И чел выдал, что просто не видел мои сообщения. А потом она призналась, что она про меня распускала очень странные сплетни, и что она не знает, что этим делать, поэтому стала морозиться, потому что я показалась ей какой-то не такой, как ей показалось. Короче, я ничего не поняла. Но это похоже просто на супер-мега-бред. Я вообще, короче, без комментариев. Мы, естественно, решили, что мы больше не будем общаться по понятным причинам. Иногда до сих пор всплывают какие-то сообщения, которые она там про меня рассказывала. Даже из серии чел конкретно докопался до моего маникюра. Кстати, это не первый человек из моих реальных знакомых. Кто вроде как бы, когда видит, что у меня бодраные ногти, такой, вау, класс, ты сталишь, это вайбит. А потом оказывается, что он просто с другими людьми это осуждает и говорит о том, что я вообще запустила себя. Ну, просто, понимаете, вот чушь. Меня так сильно возмущает тот факт, что ты вроде общаешься с человеком, он кажется тебе адекватным, да, там есть какие-то моменты незначительные, но я думаю, что у каждого без исключения человека есть какие-то моменты, но до которых можно докопаться. И у меня, вот и у тебя, слушатель, скорее всего. Ну, или ты идеален, но я точно нет. Я не знаю, ребята, сталкивались вы или нет с такими людьми. Почему это вообще все привело? И как вы поняли, что над вами тупо издевается какой-то человек? Собственно, что это были за обстоятельства? Меня это до сих пор очень сильно задевает. Я, правда, чувствую, ну, как будто со мной сделали что-то очень плохое. Знаете, вот говорят психологическое насилие. Вот это вот то самое, то, что я ощутила. Но да ладно, пошла нафиг она. Если будет отсвечивать, я публично расскажу эту историю, не скрывая имен. Крутая история номер два. В курсе ли вы или нет, но совсем скоро у меня будет мой собственный бренд одежды. Именно бренд одежды, не блогерский мерч. Мой бренд одежды не будет не иметь отношения никакого от слова вообще ко мне, то есть как к Лисе Аумену. Ну, кроме того, что, естественно, я его создала, я его нарисовала, и буквально это мой ребенок. Это мой ребенок. Это полноценный бренд, который будет жить отдельно от меня. И сейчас все свои силы я вкладываю в него. Те, кто уже видели, они наверняка заметили вот этого вот товарища. Он там у меня уже давным-давно висит. Это бездна. Это тоже бездна. Кстати, моя подруга сделала мне вот такой топ кастомный. У меня будет отдельное видео, отдельный влог с моментом от самого начала, как создавался этот бренд, какая у него идеология в его конце. Когда я создавала бездну, я сидела и сама рисовала ее миллион лет. Кстати, на случай важных переговоров, бездна не имеет никакого отношения к бездне из Геншина. Бездна имеет отношение к немножко другому. Об этом я думаю, что расскажу вам в отдельном видео. Для меня бездна это больше, чем просто условный какой-то логотип. Я хочу создать целую вселенную. И я сделаю все, чтобы создать целую вселенную, потому что я прекрасно понимаю, что сегодня я занимаюсь блогом и всем таким. Но рано или поздно это все закончится, а мне банально хочется что-то после себя оставить. И я не знаю, почему, но я искренне верю в проект. И через этот бренд, через этого персонажа, через его вселенную, потому что мы на одном персонаже не ограничимся, я хочу поднимать важные для меня темы, которые меня триггерят, и тем самым помогать людям. То есть это будет далеко не только одежда, но пока что я рассказала вам и так слишком много. В общем, запоминайте этого товарища, скоро она будет везде. Пока что на данный момент у меня есть только одна единственная соцсеть, где, собственно, там все это и будет продаваться, это паблик ВК. Еще один момент, который я бы хотела тоже обсудить, мне кажется, достаточно очевидно, но я думаю, следовало бы проговорить. Ребят, это всего лишь вещи. Это, правда, вещи, они не делают никаких чудес. Это одежда. Да, она мне очень нравится. Да, она, правда, очень качественная. Да, она здоровская. Ну, кому да, нравится такой дизайн, кому нет, конечно, ему не понравится. Не думайте, что вот если вы купите эту шмотку, то ваша жизнь изменится на 100%. Нет, это просто крутая одежда, все. Точно так же у вас ничего не изменится, если вы купите в своей жизни какую-нибудь самую дорогую сумку, не знаю, что там у нас, ну, какую-нибудь Шанель, да, за полмиллиона. Нет, это просто сумка. Вот серьезно, поверьте мне. Если у вас по какой-то причине нет денег, то, поверьте, этот бренд только начинается в существовании. Мы только-только запускаемся. Пока что будет только худи и футболки. Но у меня уже сейчас в процессе разработки огромное количество вещей. И плащи будут, и пальто будут, и необычные вообще супер-мега-кроэ-топики будут. Будет просто буквально все, понимаете, будет все. Поэтому, если вам сейчас это неинтересно, не нравится, то и забейте фиг и не покупайте то, что вам не нужно. Я хочу, чтобы мою одежду носили те, кому это супер-вкатывает по дизайну и кто правда кайфанет. Та одежда, которая выйдет в самой первой серии, больше повторяться не будет. Это вот единственный момент. Если вам реально очень нравится дизайн, есть смысл взять, потом я не буду делать добытный дроп. Но потом будет другая одежда. И потом будет другая одежда. И после нее будет другая одежда. Ну, короче, просто следите, кому все это интересно. И если вам что-то реально очень понравилось, тогда покупайте. А если нет, то не надо. Короче, на паблик ВК со всей информацией есть ссылка в описании. Неловкая история номер три. Кстати, на мне худак из моего бренда. Короче, у меня произошла еще одна резкая внезапная история, которую я очень захотелось поделиться. Ту часть я снимала бог знает когда. Я думала, ну, когда-нибудь выложу. Но буквально вчера у меня произошел просто лютый кринжач. Я бы хотела вам о нем рассказать, хоть мне и ужасно неловко. Но давайте для начала вы посмотрите вот этот короткий фрагмент с этим видео. Это было вчера. Кто-то словил конкретную... Ну, я бы не назвала это паническую атаку, но словил конкретный такой стресс. И рыдал, и рыдал всю ночь, и рыдал везде. И сейчас я периодически снова накрываюсь. В чем суть проблемы? В какой-то момент времени я решила, что было бы прикольно танцевать с моими знакомыми подружками ковер-тенсой. Ну, просто развлечения ради. Из-за того, что у меня не настолько много времени, из-за того, что у меня нет танцевального опыта, естественно, я не танцую как какой-то профессионал. Уж тем более, там, молчу про айдолов. Это даже близко не похоже на косплей их танцев. Это похоже просто на какое-то несчастное дрыганье пятилетнего. Ну, потому что такой уровень. Но вопрос вообще не в этом. Мне просто был прикол заниматься ковером, записывать там что-то, какие-то видосики снимать. Да и просто прикольно проводить время со своими друзьями. Но вчера случился какой-то конкретный кринж. В общем, что было? Я выучила танец. Причем, чтобы вы понимали, я реально учила его настолько, чтобы было, ну, насколько возможно его выучить. Я танцевала где-нибудь на фоне, там, стены, на монтаже, ну, через эту программу специальную. Я, короче, представляла, как я танцую под девочку, за которую я танцую в кавере. И делала так, чтобы наши движения совпадали. То есть из серии прям я вот старалась максимально подстроиться под ее силуэт, чтобы силуэты совпадали. И вроде как все было nice. Но день X, день выступления. Я вроде как на 100% знаю танец. У меня нету страха перед камерой, что очень важно. Перед страхом, страха перед толпой мне тоже нету. Я просто забываю все движения. То есть я начинаю танцевать. И где-то секунди на десятую я понимаю, что я вообще не помню, что делать дальше. Просто не понимаю. Из-за того, что я не понимаю, у меня начинается паника. И я начинаю вспоминать движения. Это на всем, и получается полная, ну, дичь получается. Суммарно мы записали 6 кадров. Из этих 6 кадров я не обосралась на 100% только в одном. Там я обосралась на 80%. Поверьте, для меня это успех. Просто потому, что я все забывала. Ну, я вот уже второй день по этому поводу загоняюсь. Поэтому я решила ставить это в это видео. Раз оно разговорное, хоть я и не крашусь, но мне сейчас не до макияжа. Мы танцуем 6 раз. Уже начинает вечеречь, уже нет света. Уже все устали, потому что это все равно тяжело. И сдолбались. Вот, особенно, когда один член команды меня постоянно еще лажает. И, короче, где-то после 6 дубля я стою. И я понимаю, что мы должны сейчас делать обложку. И у меня просто начинается истерика. Я просто начинаю рыдать. Я не знаю, как это объяснить, но я начинаю рыдать из-за того, что мне стыдно. Из-за того, что я реально все лажаю. Из-за того, что я подставляю кучу других людей. Из-за того, что, опять же, на них обрушится адский хейт. Из-за того, что они реально там очень много старались. И меня учить, и сами там все это делать. Мне стало так стыдно. И я просто стою. И я пытаюсь сдержать слезы. И потом у меня реально начинается истерика. У меня 20 человек пытаются успокоить Из этого мне становится еще хуже, потому что я ненавижу, когда меня пытаются успокоить Дальше мы пошли есть Но с того вечера, конечно, у меня в голове мысль о том, что я больше не хочу этим заниматься Потому что это вроде как формально мое развлечение Но что-то развлечение как-то особо не меня не развлекает, никого не развлекает И всех в итоге только засирают Короче, это полная жесть Вот такая вот история Я даже не пытаюсь себя там оправдать Или сказать, что где-то я права или где-то я не права Потому что, ну, это просто, я не знаю, почему мой организм так реагирует В моменте, когда мне нужно выйти и танцевать А потом, сегодня, когда я валялась в бане И думала опять об этой ситуации Я вспомнила такой момент Недавно я увидела очень много сообщений из-за того, что было ЕГЭ О том, что очень многие люди тащат с собой на ЕГЭ подсказки Или там кто-то пытается списать Ну, я видела очень много срачей, я их прямо читала Потому что мне было интересно посмотреть, что люди пишут в комментариях И очень много сообщений было о том, что не все люди тащат на ЕГЭ подсказки Потому что они не знают ответы Некоторые тащат, потому что они начинают стрессовать За счет того, что они начинают стрессовать, не забывают И вы знаете, я все это читала, и я вспомнила себя, когда я выходила отвечать к доске, то есть меня когда вызывали, и я в 99% случаев просто забывала ответ. Написать что-то на бумаге, или когда там, не знаю, что-то рассказать там от себя, это без проблем. Но если, например, меня там спрашивали, вызывали к доске, чтобы я написала формулу, которую я знаю, у меня вылетало из башки просто напрочь. И почему-то я вот об этом сегодня вспомнила, и как-то сопоставила эти два факта, и поняла, что, возможно, я просто такой человек, который не может не импровизировать. То есть, когда я импровизирую, мне вообще спокойно, я себя ощущаю абсолютно свободно. Когда я знаю, что мне нужно говорить, вот прям есть какой-то определенный заучный текст, это все, это сразу конец, я не могу. А когда есть там, не знаю, даже какая-то четкая формула, или какую-то точную историю, которую я знаю, ну, даже, например, если бы тест по геройской академии бы сдавал, и меня бы вызвали к доске, я бы там точно обосралась. Возможно, я бы сказала, какая фамилия у Кацуки, но я думаю, что это весь мой уровень, я бы, скорее всего, все остальное забыла. Вообще, вообще все. Не знаю, как это будет. Короче, такая история. А сейчас я буду собираться на мероприятие, потому что сегодня у меня тащит еще на мероприятие на улице 40 градусов жары, и это пипец. И вот я сейчас думаю, что надо бы заказать себе матирующие салфетки, потому что жара, и мне очень не хочется тащить с собой пудру, потому что я просто не хочу брать с собой огромную сумку. А то, наверное, закажу их сейчас себе и на деливере, в общем, пока чаебничаю. В маркете деливере огромный выбор нонфудовых товаров. Здесь огромный раздел с косметикой. Кстати, если что, также тут есть товар для животных и доставка из аптеки. Я недавно себе заказывала охлаждающий пластырь. Все, сделала заказ. Пойду накрашусь. 15 минут later. У меня пришел дезодорант, зажимы для волос, матирующие салфетки. Все ради них. И еще я взяла себе несколько точилок, потому что точилки у меня куда-то странным образом потерялись. Даже не знаю, куда бы они могли делаться. Наверное, это все он. Тут вот. Собственно, отличный способ получается сэкономить себе время и нервы, чтобы в стрессе не бегать по магазинам. Или еще хуже, это знаете что, это простоять на кассе и опоздать. Если что, оставляю вам ссылочку и всю информацию в описании. А я сейчас быстро закончу макияж, надену мой парик и бегу на мероприятие. Продолжаем. Кринж-история это четвертая. На самом деле она не стоит особого внимания. Для меня она была достаточно травмирующей. И как-то даже говорить об этом неприятно. Но вы знаете, в какой-то момент времени я подумала, решила, а в чем вообще проблема, да, говорить о своих каких-то трудностях. Я очень долго скрывала всевозможные свои косяки, фейлы в своей жизни, да, там, на тему моей личности, на тему того, что меня волнует. Конечно, какие-то острые сюжетные темы, которые меня волнули, я всегда пыталась как-то через свой блог говорить. Но в целом достаточно много скрывала. Я поняла почему. Знаете такую фразу? Не выноси ссоры из избы. Наверняка знаете. Я с ней сталкивалась очень часто по жизни, ну, в детстве, там, в подростковом возрасте, да, даже в осознанном достаточно тоже немалый раз это все было. Я подумала, решила, что мы в корне неправильно, потому что когда мы с вами о чем-то молчим, потому что нам стыдно сказать, а эта фраза, она направлена на то, чтобы ты испытал стыд, мы обесцениваем свои проблемы, и мы остаемся своими проблемами просто наедине. Тебе никто не поможет, если никто не знает о том, что тебе вообще эта помощь нужна. Логично? Логично. Кто давно смотрит мой канал, кто имел опыт наблюдать за некоторыми травмирующими обстоятельствами в моей жизни, мое то самое ужасное видео, ну, тот в целом прекрасно понимает, да, с какими отношениями с моим биологическим отцом я столкнулась в детстве. Боже, я так не хочу об этом говорить. Просто неприятно об этом говорить, но я хочу себя пересилить, потому что, возможно, это кому-то поможет. Мне в этой ситуации особо нечем помочь, потому что я в состоянии уже сейчас сама себе помочь, но другим, я думаю, это было бы в какой-то степени полезно. Этот человек меня бесит. Вот прям топ один человек в жизни, которого я реально, который меня прям бесит. Человек, который всю свою сознательную жизнь надо мной издевался, издевался над моей матерью, прогибал свою линию, издевался просто над всеми. Сам того не ведая, ну, потому что такой человек. Недавно мне написал, мы не общались миллион лет, он мне написал, бру, сначала он мне позвонил. Я такая думаю, ага, брать трубку не буду. Ну, думаю, окей, могу реально что-то случилось, как бы, брать трубку не буду, ненавижу телефонные звонки, а если что-то произошло, так или иначе мне, ну, блин, в новостях узнаю. Хрен с ним, настроение такое, вы же знаете сразу, агрессивное становится. Через где-то минут 20 после этого звонка, который я не взяла трубку, мне приходит от него голосовое сообщение. Тут у меня срака просто подгорела максимально, потому что мы не общались миллионами, сначала у меня ты звонишь, а потом направляешь голосовое сообщение. Я выбесилась, и я его не стала открывать, подумала просто, блин, интересно, что ему нужно, и ухожу гулять по-другой. Ой, миллион лет уже общаемся, мы 17 лет дружим, 17 лет. И я ей рассказываю ситуацию, она, естественно, там знает всю эту хрень социалом оттуда, вот с первых уст, потому что была непосредственным свидетелем всего мракобесия, что происходило. Она такая говорит, если ты хочешь, давай я послушаю это голосовое сообщение и просто тебе сообщу, что там. Потому что я категорически отказываю слышать голос этого человека, я не хочу не иметь ничего с ним общего. Беру трубку, слушает ГЭС, и просто я смотрю на ее лицо, и я вижу вот это. Ну, мне становится понятно, что он несет какую-то очередную там чушь. Сейчас успокоюсь, секунду, все нормально. Плакать нельзя, тут у меня на день рождения идти. Я, кстати, даже не знаю, почему я плачу, потому что, казалось бы, вообще ничего такого не произошло. Ну, просто сраный звонок, сраное сообщение, но меня это так бесит, уже прошло, наверное, недели две или три, и я просто в адской агрессии. Потому что он напоминает о себе человек, который применил мне огромное количество боли, страданий, и вот он напоминает о себе. Зачем? Все понятно. Мы не будем общаться, не будем, никогда. Пусть живут своей жизнью. Прослушала она аудио, я такая, что случилось? Типа, хватит страдать херней деднейм. Я поговорила с какими-то, ну, с корешами, я так поняла. Ты страдаешь херней? Это неправильно? Типа, вообще у меня все хорошо? Про себя рассказывают, типа, say what просто? Короче, заблокировала его. Не знаю, почему не блокировала до этого, честно, не знаю. Просто после этого человек получил бан. К сожалению, я думаю, многие поймут. Твой биологический отец, с которым ты не общаешься миллион лет, который после того, как у тебя случился эмоциональный взрыв, когда все это произошло, то, что произошло, начинает на тебя высираться публично. Потом, спустя, там, год, когда ему что-то в голову пришло, что, видимо, там, не знаю, меня по телеку увидел, потому что других вариантов я не могу найти. Скорее всего, просмотрел телеку, видел у меня то, что я стала ведущей, подумал, ну, надо наладить отношения, потому что ребенок-то стал уже достаточно таким крутым, чтобы с меня, там, поиметь какую-то славу популярность или просто закрыть, знаете, для себя вот эту точку поставить, чтобы я просто стала с ним нормально общаться и перестала говорить на каждом интервью. Кстати, меня это очень правда сильно задевает, абсолютно на каждом интервью глад �хожу. Все мне спрашивают про моих родителей, я не хочу говорить про моих родителей. Мне нечего сказать про моего отца, ну, нечего мне сказать. Это просто заставляет мне огромное количество боли. Я не хочу говорить об этом человеке. Почему вы реально просто, ну, не понимаете, что некоторые жертвы, они не хотят 24 на 7, после того, как они уже миллион рассказали об этой теме, о том, что это было повторять, это спустя год, два, три, четыре, пять. Но это событие прошлого дня, и все, что хотела сказать в интернете, я уже о нем сказала. И когда меня реально на каждом интервью задалбывают, это реально бесит, это триггер, это я не могу не ответить, потому что, наверное, сейчас уже просто буду говорить, что не буду отвечать на эти вопросы, но в целом, блядь, не спрашивайте меня про моих родителей, не хочу я отвечать на эти вопросы, не хочу. Именно, это полное право. Как она сказала, на протяжении всего его голосового, там были фразы, деднейм, 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 деднейм. Я понимаю, что сейчас у нас очень много будет трагерина вопроса, что это за самый деднейм, но давайте мы не будем это обсуждать в комментариях, потому что мне это неприятно, я буду считывать это как неуважение к себе, потому что я понимаю, что это очень интересно, информацию можно найти, наверное, на том же, на моем канале, посмотрев мое громкое большое видео. Там все это есть, но обсуждать я это не намерена, потому что это причиняет мне, ну, даже не то, чтобы страдания, а лучше сильный дискомфорт, потому что я уже давно перестала быть тем человеком, и я не хочу ничего общего иметь с тем человеком сейчас, потому что у меня много других, много всего другого происходит в жизни. Ну, в общем, какие-то такие дела. Послушайте вот до конца то, что я сейчас скажу. Если вам нравится формат разговорных видео, если вы хотите слушать больше моих историй в реальном времени, подпишитесь на мой телеграм-канал. Объясняю. В своем телеграм-канале я практически все посты напишу огромными стенами тексты или выкладываю туда голосовые на тему всевозможных событий, которые происходят в моей жизни. Я пытаюсь там больше вести какую-то социальную историю, потому что мне хочется общаться на тему отношений между людьми, на тему ситуации. И если вам хочется просто слушать больше всего раз моей жизни, подписывайтесь на мой телеграм-канал, потому что там реально этого каждый день достаточно, в отличие от ютуба, где я крайне редко выкладываю такой контент. В общем, такие дела. Ссылочка на мой телеграм будет в описании.